Ну, я думаю, что самая главная угроза – это настраивание общества против своей собственной страны. И вбивание в головы людям тех вещей, опять же, каких-то определенных страхов перед неизведанностью какой-то, или перед несуществующими вещами, либо нагнетение атмосферы, для того, чтобы люди начали паниковать и искать какого-то выхода. Кроме этого, наверное, вбивание в головы людям состояния беспомощности и веры в то, что мы беспомощны, и, в общем, своими силами мы сделать ничего не можем. Ну и формирование такого же мнения вокруг нашей страны, попытка изолировать ее, ну, как и сейчас существует современный термин – демонизирование, создание ажиотажа, создание каких-то этих… Мне кажется, это основная проблема, потому что мы живем в эпоху информационных технологий, и, в общем, действительно, как было изображено на одном из плакатов, видеокамера противопоставлена автомату Калашникова, мне кажется, имеет гораздо большую угрозу для страны, для общества в целом, нежели физическое оружие. Ну, второй момент – это, наверное, отсутствие грамотного образования. Грамотное образование – это очень важный момент для будущего, и если сейчас не строить это, и если сейчас уже не закладывать в людей будущий потенциал, то мы с вами будем бояться ходить в больницы, потому что те врачи, которые сейчас, в общем, лечат нас, во многом, к сожалению, специалисты 90-х годов, когда купленные в переходах какие-то там, в общем, документы стали актуальными. И закладывание сейчас вот этой основы очень немаловажно. Ну, третья угроза, наверное, опять же, экономическое давление, то, которое очень активно сейчас развивается, и попытки всеми силами сломить нынешнюю власть с ее уже сформировавшимися планами на годы вперед, ну и так далее. Ну, а дальше вниз по лестнице, конечно, можно же говорить о коррупции, о всех тех вещах, но мне кажется, что если побороть все эти три пункта, о которых я сказал, то коррупция как последствия просто исчезнет.